День рождения на даче Загорянки 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 Прекялся Получилось так, что меня, я уж не помню, кто-то меня туда привёл В это время там был Марк Бернес, записывал свои журавли Мы с ним разговаривали. Он говорит, девочка, а ты откуда? Я говорю, а я очень молодо выглядела. Мне было двадцать лет там, потому что была война, я пропустила год и все. Говорит, девочка, а почему ты так плохо одета? Я говорю, а потому что у меня ничего нет. У меня вот только жакет и вот эти туфли. Ну, холодно же! Я говорю, да, ну а что делать? Я говорю, я хочу работать, понимаете, я хочу работать. Значит так, достает деньги – 600 рублей. В следующий раз мы встречаемся, у меня сегодня была репетиция. И ты приходишь в пальто на меня так. Я говорю, а где же я его возьму? Где? 600 рублей достаточно для того, чтобы купить себе теплое пальто. Деньги за то самое теплое пальто она вернула с первых заработков. Это одно из самых теплых воспоминаний о Марке Наумовиче, который, возможно, спас ее тогда от холода и который тогда уже был смертельно болен. Карьера Маргариты Корабельниковой шла, как говорится, в гору – работа на радио, на телевидении. А в 1965 году она стала вести программу «Будильник», которая принесла ей всесоюзную известность. Пригласили актрису вести передачу. А я ей говорю сместно, я говорю, миленькая моя, так не веду передачу. Ты понимаешь, сделай так, чтобы было интересно. Не кругом, не аудитория, где миллионы, а один человек. И вот этому одному человеку ты рассказывай. Рассказывай то, что ты хотела рассказать. Ничего не получается. Я говорю, извините, я ей покажу. Показала, как я думала, как нужно делать. Ну, в общем, когда стала кончаться передача, все разошлись. Мне предложили вести эту передачу «Будильник». В жизни Маргариты Корабельниковой были и другие не менее известные программы. Была она ведущей «Спокойной ночи малыши» и других телерадиопроектов. Да и в кино Маргарита Павловна снималась регулярно. В основном это были эпизоды, но зато в фильмах выдающихся режиссеров. Мы очень дружили с Александром Артуровичем Броу. Вот, я у него снималась в эпизоде. Среди известных киноработ Маргариты Корабельниковой можно вспомнить одну из деревенских девушек, поклонниц Ивана в культовой сказке «Морозко», Кикимору в сказке «Золотые рога» и бабушку Васечкина в фильме «Приключения Петрова и Васечкина. Обыкновенные и невероятные». Ее миниатюрность и приятный звонкий почти детский голос запоминался и был очень узнаваем. Именно поэтому ей часто предлагали озвучивать детей. Каждый из персонажей, озвученный Корабельниковой, имеет свой уникальный голос, отображающий характер. Актриса начинала работать над проработкой интонаций своих мультяшных героев еще на стадии создания эскизов. Голос актрисы от персонажа к персонажу менялся, но был неизменно душевным и отзывчивым. Самым любимым персонажем актрисы, конечно, является медвежонок Умка. «Верочка Васильева озвучила маму, а я медвежонка. И вот я помню, самый такой выход у него был хороший. Вы не встречали моего товарища? Он ходит на двух ногах, может снять с себя шкуру». «У него на щеках не растет шерсть и нос не черный, а розовый. Он мальчик. Я ищу его, ищу, а мне попадаются одни тюлени и ни одного мальчика». Запоминающийся голос Маргариты Корабельниковой, которым говорили многие персонажи сказок и мультфильмов, живет в этих героев и будет жить всегда. Сама же Маргарита Павловна проживает на Загорянке. 19 июня она отмечает день рождения. И очень хочется пожелать, чтобы этот волшебный голос не терял звона, а детские глаза сохраняли блеск жизни, которую сама Маргарита Корабельникова посвятила творчеству. Театр готовится, театр живет, театр ждет своего зрителя. В Щелковском драматическом театре готовят сразу несколько проектов онлайн, но репетиции будущих постановок уже идут. «Три девицы под окном пряли поздно вечерком». «Кабы я была царица, говорит одна девица, то на весь крещенный мир приготовила б я пир. «Кабы я была царица, говорит ее сестрица, то на весь бы мир одна и наткалая полотна». Эти стройки не спутаешь ни с чем, да и запомнить их очень легко. Сказка о царе Салтане, его сыне, славном и могучем богатыре князе Гведоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди создана на основе народной сказки «Чудесные сыновья». В целом творчество любимого Александра Сергеевича Пушкина во многом отражает истории старины глубокой. В детстве няня небезызвестная Арина Родионовна рассказывала мальчику о богатырях, невиданных странах, волшебных созданиях и человеческих судьбах. Все это наложило отпечаток на впечатлительного юнца и впоследствии на всю его литературу. В Челковском драматическом театре в память о великом солнце российской поэзии решили, как говорится в беззрительном режиме, сыграть, а точнее прочитать знаменитую сказку «По ролям». Вот то, что сегодня мы делаем, мне пока нравится. Ребята с удовольствием, вы видели, когда я предложила у нас в группе, как у меня шли постоянно в строке «Ура, ура, ура, ура». И, в общем, неплохо получается. И я использую палеховские работы в стиле палех. Там прям как раз есть написанное в этом стиле по сказкам Пушкина очень много. И мы это используем, красивую музыку, в общем. Единственное, что мы все-таки оставляем в жанре актерского такого чтения. Поэтому это без костюмов, поэтому это все-таки как чтение. Но это достаточно интересно. Мне кажется, и зрителю будет интересно посмотреть, как работают актеры именно с текстом. Вот так иногда происходит и на читках, на застольном периоде любой пьесы. Когда ты цепляешь партнера, когда ты понимаешь уже, что происходит, через что ты идешь к этому решению или к тому решению. В общем, это интересно. А Пушкина я очень люблю. Еще один проект, который коллектив театра делает уже к 22 июня, в память о страшном начале войны, называется «Письма солдату». Пришло в голову, мне вдруг очень захотелось, чтобы конкретно мои актеры, от себя каждый, лично от себя, написал письмо в те годы. Начало войны, либо, в общем, с 41 по 45, когда еще люди не знали, что будет победа, и какая она будет, и через сколько она будет, и какой ценой будет эта победа. И я предложила, и все отозвались, и письма, мне присылают тексты писем, начитанные немножко уже. И я понимаю, что очень нелегко дается. Нелегко, потому что включается эмоция. Очень многие написали своим прадедам из актеров. Кто-то написал просто неизвестному солдату. Кто-то написал просто советскому солдату. Здравствуй, солдат Великой войны. Пишет тебе потомок, живущий в 2020 году. Очень хочется сказать вам слова благодарности за ваш подвиг, совершенный в годы Великой Отечественной войны с 41 по 45 год. Благодаря вам мы, ваши потомки, живем под мирным небом. И уже много-много лет не знаем, что такое война, голод и страдания. Спасибо, спасибо, и еще раз спасибо. И извините. Извините, что не удается сохранить культуру, что не всегда оправдываем ваши надежды на будущее. Будущее, за которое вы на протяжении долгих четырех лет боролись, жертвовали собой и умирали. Я знаю, что ты выстоишь и выдержишь столько, сколько никто бы не выдержал. Ты воюешь за свою страну. Даже не за страну, скорее за свою землю, за свою семью. Сейчас уже нет той страны, в которой ты вырос. Она другая. Но мы помним и знаем имя победителя. Помним героев Великой Отечественной войны и чтим их память. Вы подарили нам жизнь. И не только нам. Благодаря вам мы сыты, здоровы, строим планы на будущее, любим, рожаем детей, живем в мире и делаем все, чтобы такая война больше не повторилась. Спасибо тебе, солдат, за все то, что ты сделал. И еще сделаешь завтра. Желаю тебе долгого пути. И почаще пиши своим близким. Они тебя любят. В ожидании зрителей в Щелковском историко-крывеческом музее там показали выставку художников из Сергиева Посада. Валерия Воробьева и Анны Андриановой они приехали в музей, чтобы обсудить с его сотрудниками, как провести экскурсию. По рекомендациям Роспотребнадзора, музеи в России должны открыться в середине июля. В Московской области с началом лета для их сотрудников закончился период самоизоляции, и сейчас они готовят учреждения к работе в новых условиях. А в Щелковском историко-крывеческом музее даже успели развернуть две выставки, которые ждут своих посетителей. Об одной из них — «Русский космос». Расскажем сегодня. Валерий Воробьев и Анна Андрианова — творческая семья из Сергиева Посада. Давние друзья музея. Они уже участвовали здесь в нескольких выставках, правда, по отдельности. Теперь их искусство представлено совместно. Валерий — художник и скульптор, Анна занимается керамикой. Заглавная картина экспозиции — «Русский космос». Однако она лишь частично оправдывает ожидания увидеть на выставке ракеты, спутники и Гагарина. «Русский космос» — уверены авторы. Понятие намного более широкое, чем межпланетное пространство и космические корабли, которые его бороздят. Космонавт в валенках на фоне лоскутного одеяла и деревенского пейзажа — визуальное его воплощение. Для меня это такое пространство, в котором живет человек. И в частности русский человек с его культурой, музыкой. С тем, что наполняет твою действительность и твое бытие каждодневное. Это скорее философское название «Русский космос». Это вот это все пространство культурное, в котором мы живем. Наши корни, наше будущее. И все это переплетено. И вот я считаю, вот это и есть русский космос. Валерий признается, что значительное влияние на его творчество оказало место, где он живет. Старинный русский город Сергеев Посад и его культурные традиции. Поэтому и появляются на свет деревянная лубочная скульптура, живописи, графика в том же этническом стиле. И когда я занялся деревянной скульптурой, у меня и подход был такой именно не преодолевать форму, а следовать за ней. Поэтому они такие немножко чуркообразные, бревенчатые. Ну, то есть форма дерева остается вот эта изначально. Одна из работ называется «Великий князь». Это собирательный образ в русской истории и культуре. Его большой брат установлен в Томске. Мы были с женой два года назад на большом симпозиуме парковой скульптуры. Мы такого «Великого князя» сделали там, по-моему, четырех- или пятиметровый. Анна Андрианова тоже впитала в себя энергетику родной земли, родонежья. Родилась и выросла в городе Ходьково. Училась в Абрамцевском художественно-промышленном колледже. Работает реставратором керамики в музее-заповеднике Абрамцево. Даже жила много лет на улице Майолик в Ходькове. Есть там такая. С тех пор майоликой и занимается. Это глина, расписанная цветными глазурями. Говорит, что результат при всей его предсказуемости часто неожиданный. И это в нем самое привлекательное. Большая часть глазури, она до обжига другого цвета. И когда ты расписываешь, ты все время должен держать в голове и представлять, как это получится после обжига. То есть хорошо знать, какой это будет цвет после, например, температуры 1100 градусов или 1000 градусов. Обжиг он сплавляет и преображает то, что ты сделал руками. И таким образом он является и соавтором. В работах Анны красота окружающего мира, незатейливые натюрморты, цветы. Значительное место занимает тема Абрамцево, которое она видит в разные времена года. Вот распускающийся бутон. Работа называется «Абрамцевская весна». Или выполненная в технике дровяного восстановительного обжига композиция «Декабрь в Абрамцеве». Благодаря дровяному обжигу, мне кажется, здесь появилось вот это ощущение такого, знаете, серого дня в декабре. А то, как сплавились глазури на дне вазы, дает вот это ощущение прудов. Это образ прудов в Абрамцево. Это то, что мне хотелось передать. Вот это ощущение глубины и состояния. Есть на выставке в музее и совместные работы супругов. В частности, вот работа «Космический ветер». Ее слепила Валера. В ней виден его почерк, характерный для него, который у него и присутствует, и в живописи, и в деревянной скульптуре. А я покрасила ее цветными глазурями. Ну, естественно, все это обсуждается всегда. Выставка «Русский космос» пока закрыта для посетителей. Но подготовка к встрече с ними идет полным ходом. Авторы обсудили с научным коллективом историка Краеведческого музея будущую экскурсию. Музей даже выпустил сувенирную продукцию. Суплет, сумки, платки, чтобы гости смогли забрать на память частичку «Русского космоса». Конечно, очень много новых работ интересных, как утилитарного плана, так и таких, знаете, дизайнерских, которые украшают наше жилище и которые радуют глаз. Мы очень тщательно готовились к этой выставке. Нам хотелось очень красиво ее подать, показать. И все-таки надеемся, что музей откроется, и посетители смогут увидеть эту выставку. Анна Андрианова и Валерий Воробьев согласились оставить выставку в музее до 2 августа. К этому времени все надеются, ограничительные меры точно будут сняты. Литературно-музыкальные программы для домов престарелых, совместный проект Щелковской библиотеки, ансамбль казачьей песни и актеры театра и кино Игоря Письменова. Как реализуют эту интересную задумку, смотрите. Как поднять настроение, приободрить тех, кто сидит дома? Все мы оказались в периоде самоизоляции. Многие до сих пор в силу возраста вынуждены проводить время дома, а кто-то и вовсе в специальных домах для престарелых. Но унывать в изоляции этим людям не дают усилия сотрудников Щелковской библиотеки, которая совместно с ансамблем народной казачьей песни «Кладезь» и актером театра и кино Игорем Письменом решили устроить онлайн-концерты. На наш взгляд, конечно, в период пандемии, наверное, самая, скажем так, пострадавшая категория населения – это все-таки люди пожилого возраста. А если мы еще в этой категории возьмем группу людей, которые вообще живут в изоляции, это люди, которые проживают в домах престарелых, то чтобы скрасить их досуг, поднять чуть-чуть настроение, особенно в это непростое, сложное время, был задуман такой проект «Гармонь играй, здоровье прибавляй». «Гармонь играй, здоровье прибавляй» И на сегодня это все. И, как всегда, я желаю вам культурных выходных и будней. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!